Екатерина и Фридрих стали его востребованными героями. В результате к 2013 году во всем мире насчитывается более 250 картин, так или иначе связанных с обоими великими императорами. Одна из последних, посвященных Фридриху, вышла на экраны в прошлом году, в год 300-летия со дня его рождения. В ней Фридриха II и его отца Фридриха I сыграли женщины. Это идея замечательной актрисы, которая зовут Катерина Тальбах, она очень известная немецкая актриса, а в роль молодого Фридриха она пригласила свою дочь Анну. Надо сказать, что вообще Фридрих был существом очень нежным и очень женственным в юности. Несмотря на это, он был героем битв, он вводил свои войска в атаку, и был бесстрашным человеком, удивительно, да, но тем не менее в детстве он мечтал быть поэтом, флейтистом, и был, я бы сказал, нежным существом. И женщины это, конечно, обыграли. Удивительные факты кинобиографии знаменитых правителей на выставке переплетены с реальными историческими экспонатами. Костюмы, многие из которых с Мосфильма, предметы эпохи, документы, сценарии, кинокадры. Некоторые вещи оживают на глазах. Уникальный экспонат – это знаменитые черевички Екатерины II, которые она подарила кузнецу Вакуле. Такой тёплый и такой сказочный образ императрицы был, по сути дела, единственный раз создан на киноэкране. Удивительно, но при всём изобилии фильмов о Екатерине II в России и за её пределами, картины, которая бы сосредоточилась на Екатерине как героине, государине или реальном человеке, до сих пор не снята. Чаще всего она лишь... Некий фон для каких-то выдуманных историй, да. Неважно, например, Атараканова, это Гринёв и Маша Миронова, да. Но она вся эпизодный персонаж, вот смешно. А фильмы о Екатерине, о её приезде в Россию, о её первых годах правления, да, ничего этого у нас нет. Несколько экспонатов приехали в Москву из Германии, из Потсдамского музея кино. Его директор Михаил Ведель признаётся, такой масштабной экспозиции у них ещё не бывало. Зато была выставка «Фальшивый Фридрих», рассказывающая об уникальном немецком актёре Отто Гебюри, который за свою жизнь снялся примерно в 20 лентах. В каждой из них он сыграл Фридриха Великого, сознательно отказывался от других ролей, чтобы весь мир ассоциировал его только с императором. На выставке подлинные парик и треуголка, в которых Гебюра снимался. Однако для показа в Москве, среди прочих, Потсдамский музей нашёл экспонат, связанный с Екатериной Второй. Это сценарий фильма про барона Мюнхгаузена 1942 года. Екатерина Великая здесь одна из многочисленных его возлюбленных, очень фривольно, но поскольку страны в тот момент находились в состоянии войны, это было предсказуемо. Однако фривольность Екатерины не осуждается, наоборот, она показана как женщина умная и прогрессивная, такой образец новой женщины. На площади в тысячу квадратных метров чуть менее тысячи экспонатов и бесконечное количество образов и трактовок, которые Великая иллюзия... Субтитры создавал DimaTorzok